Дева. Представление о верности у дев очень высокое. Правда, они всегда ищут контакты лишь со схожими с собой людьми, отвечающими их жизненным принципам. В супружестве они верны, так как обычно вступают в брак после долгих ухаживаний, подвергая своих избранников нелегким испытаниям. Дева и Овен. Здесь наблюдается полное нескольство характера, темпераментов и жизненных установок. Дева сдержана, а Овну нужен эмоциональный партнер. Дева благоразумна, а Овен ищет приключений. Деве нравятся интеллектуальные беседы, Овну активные действия. Любая связь между ними будет проблематичной, о браке даже говорить не приходится. Дева и Телец. Молодые годы для Девы это самый подходящий партнер. Их объединяет резвый взгляд на жизнь и здоровая практичность. Оба уживчивы и миролюбивы. В сексуальных отношениях беспокойство Девы умиротворяется мягкостью Тельца, а нежеланные партнеры друг для друга. И в их брачный союз Телец приносит свои чувства, а Дева благоразумие. Совместная жизнь обещают быть долгой и крепкой. Девы и Близнецы. У них большие различия в характерах, но хорошая сексуальная совместимость. Поэтому какое-то время строгая придирчивая Дева пытается превоспитать легкомысленного и ветреного Близнеца. Но из этого ничего не получается. Близнецу, прежде всего, нужна свобода. Брак между ними возможен лишь в том случае, если Близнец решится на него по расчету, надумав обеспечить свое будущее. Дева и Рак. Рак не возражает против подчиненности своего положения, так как ему нужна защита и уверенность в завтрашнем дне. Это соответствует жизненным принципам Девы. В сексуальных отношениях Рак со своим богатым воображением стимулирует Деву на большую активность. Поэтому их связь следует считать удачной, обеспечивающей успешный брак. Дева и Лев. Поначалу надоедливый практицизм Девы постоянно конфликтует с бесшабашностью Льва. Однако после 30 лет, когда Дева пересматривает свое отношение к жизни и ослабляет строгость во взглядах, она может быть совместима со Львом. Их брак возможен, но непредсказуем по своим последствиям. Дева и Дева. Этот союз словно создан для общих практических дел. Однако в сексе оба сдержаны, считая занятие любовью прикладным моментом для более важных жизненных начинаний. Все же их брак редко бывает гармоничным, видимо из-за отсутствия партнеров сексуального воображения. Он сопровождается глубокой скупой. Девы и Весы. Рожденные по знаком Весов, по натуре нежные и любящие, в жизни не пропадут. Поэтому им глубоко антипатична критичность и въедливость Девы, подрывающая их уверенность в себе. В этом сочетании любой союз сильно затруднен. О брачных отношениях лучше и не думать. Дева и Скорпион. Они совместимы в зрелые годы, когда Дева накопит много знаний и профессиональных навыков и несколько меняют свои жизненные приоритеты. А Скорпион, высоко ценящий ее интеллект, пытается пробудить в ней желание больших чувственных наслаждений. В интимной жизни возможно возникновение взаимопонимания с хорошими перспективами для брачного союза. Дева и Стрелец. В молодые годы безалаберность Стрельца в вопросах любви и морали выводит высоконравственную Деву из себя. Они активно не понимают друг друга. Однако, после 40 лет, когда Дева духовно сформировалась, ее совместимость со Стрельцом умным, но беспринципным уже возможна. К тому же, состарившийся Стрелец, который прежде ни в чем себе не отказывался, теперь готов подчиняться строгому режиму Девы. Их брачный союз, вероятно, станет устойчивым. Дева и Козерог. Оба знака эмоционально сдержаны, интеллектуальны, практичны и бережливы. К тому же, они испытывают друг другу сильное физическое влечение. Все это является гарантией длительного и крепкого союза. Разумеется, в их совместной жизни случаются конфликты. Однако, они не могут быть длительными, так как разрешаются на почве разума. Дева и Водолей. У этих знаков много различий, как в отношении к сексу конкретно, так и в житейских установках в целом. Они могут сойтись, но не на физической, а интеллектуальной основе. Возникающая между ними любовь довольно быстро угасает, а возможный брак, скорее всего, будет неудачным. Дева и Рыбы. Романтичные рыбы испытывают частое эмоциональное возбуждение, что в принципе недоступно дисциплинированной деве. Если дева преодолеет свою сексуальную сдержанность, а рыбы ради материальной заинтересованности приспособятся к строгому образу жизни девы, то брак между ними возможен. Правда, в нем никогда не будет радости и обоюдного восхищения.